Здарова, друзья! Сегодня будем менять подушку двигателя. Это Mavica, фирма, аналог Vesta Sport. В общем, подушка недорогая и усиленная. Так, вот ее бумажечка, Mavica, все дела. Это аналог. Так, и может быть, заменим шаровой. Если, конечно, у меня убитые, мы будем ставить лекар. Но лекар – это упаковщик, а производитель здесь должен быть кедр. Да, кедр. Давайте посмотрим на шару. Так, она покрашена, ребята, чтобы не было коррозии. Если он маленько поцарапал, смотрю, здесь глянец. Пыльничек простой, резиновый. Ходит выше среднего. Не очень туго прям, но и не слабо. Смотрите. Сейчас. Туговато стало. Опа. Ну, так нормально ходит. Давайте, знаете что? Вскроем все шаровые обе. И посмотрим на наличие смазки. По заводу, сколько туда пихают смазки. Давайте заглянем под пыльник и посмотрим на наличие смазки. Смотрите. Ну-ка. Смазочка, в принципе, есть. Ее достаточно. Да, больше, в принципе, не нужно. Так слегка можно добавить, но смело можете ставить и не париться. Ребята, но все-таки я чуть-чуть добавлю вот сюда. Добавлю литол простой. Вообще, тут по барабану какое шмыровыгло. Все, больше не надо. Все, все пустоты я забил. Вот так будет лучше, да? Да. Так, чтобы поставить эти шаровые, нужны болты классические. Это тоже болт шаровой. Обязательно, чтобы резьба шла до головки, до самого основания. Если вы берете с короткой резьбой, то, может быть, резьбы не хватит. В общем, восьмые болты от восьмерки, от переднего привода, не подходят. Надо классические. Так, ну и потом можно еще ша я буду купить, если нужно. И гаечки, но с тефлоном взять. Давай, давай, давай. Еще сильнее. Давай, давай, раскатим. Вот так. Вбок. Вбок, все. Я, кстати, тоже вчера... А, позавчера я пробовал так. Все нормально. Шар в миг не надо, да? Нет. Ну и хорошо. Так, в общем, шаровые эти ставить не нужно. Там у меня родные хорошие. Ставить будем в этом видосе подушку Sport. Так, в общем, ребята, вот старая подушка. Они разные. Здесь у меня, смотрите, есть усиление. Здесь такого нету. Типа это пожестче. Так. На вид тоже самое, в принципе. Но она в идеале. Наверное. Вроде как. Вроде трещин нету. Ну, вообще, ребята, все. Подушка стоит на месте. Несколько она другая. Усиленная. Так. Вот они, шаровые. 80 тысяч прошли. Нету косяков. Все идеально. Пыльники тоже чистенькие. Все нормально. Трещины нету. Так что, реально, шаровые менять не стоит. Чисто по пробегу. Как я раньше думал. Ну, вот и подушка. Так, посмотрим, что у нас тут. Помните, меняли скобы со втулками. Все нормально. Тут трещин нету. Здесь тоже трещин нету. Стойка стабилизатора. Тут тоже все окей. Ну, все, ребята. Сейчас этот все поставим. И поговорим, что и как. Ну, вот подушку зафиксировал. Смотрю. Вроде все норм. Маленько только скрипит. Но надрывов ничего я не наблюдаю. Никаких надрывов нету. Так. И эту сторону. Да все четко. В принципе, менять не было. Единственное, здесь все равно, как уходит, слишком легко. Вот, смотрите. Даже вот рукой бежал. Да. Уже стерлась. Вот и звуки. В принципе, да, вовремя я ее заменил. Так, отмыл корпус. Мне кажется, это все-таки завод. Ну, как минимум, подушка прошла 40к, если меняли. А если 80 тысяч, это вообще прям достойно для нее. Ну-ка, ребята, посмотрим, что там, как движок себя чувствует. Все нормально. Все нормально. Все огонь. Ничего это так сильно не трясет. Все как должно быть. Ну что, ребята, в принципе, все. Я хотел менять сначала шаровые. Подушка-то типа второстепенно. Но прежде чем все заменить, я делал опрос и на ютубе, и в ВК. И большинство все говорили, меняли шаровые либо по пробегу спустя 200 тысяч, либо 150 тысяч. Либо тогда, когда ушатывали именно наезд на бордюр, либо сильно плюхнулись в яму очень сильно, и только тогда они меняли не по пробегу, а, например, в 30-40 тысяч максимум. Что-то там, я помню, самый маленький пробег был. Ну да, 30 тысяч был самый маленький пробег. А в основном все меняли от 150. Так что, в принципе, заводские шары выходят очень долго. Особенно на Весте. Это реально видно. Вот. А вот подушка. Снаружи, казалось, в идеале все хорошо. Но там не было такого усиления, как на подушке от Mavic. И из-за этого резиночка там проворачивалась слегка, и то только в одной плоскости. Я не знаю, как она работает, но мне кажется, такая подушка зимой уже издавала какой-то звук, потому что резинка ходит, а это ненормально. Она должна жестко закрепиться и должна идти на растяжение, в общем, ну, либо на смятие. Но никак эта резинка не должна крутиться ни в какой плоскости. Хоть и это может, и по-другому работает у этой подушки, ход другой, но все равно. Соленблок, по сути, это соленблок, он должен крепиться очень жестко. Ну вот, ребята, в принципе, все. Подушка отходила тысяч, получается, 80. Но это вроде как завод. Вы там можете не поправить. Может быть, ее уже меняли, потому что на 40 тысяч меняли гофру. Может быть, совместно меняли подушку, но мне кажется, нет. В общем, знатоки пишите, вы видели. Это завод или не завод, я просто не знаю, честно. Она вся такая, ну, пыльная, там непонятно. Ну и все, ребята, все ссылочки в описании. Все вы можете найти в Vesta Shop, либо Grand Vesta Shop, называется так. Кому интересно заказывать, реально недорого. Аналог хороший, он доработанный. Одно время там какие-то были косяки на производстве. Они-то все это исправили, партию отозвали. В общем, сейчас все четко. Подушка будет работать очень хорошо. И стоит она по отношению к заводской не очень-то и дорого. Заводская вроде как бы 3600 рублей, если по-нибудь мне не изменяет. А это 1200. Разница большая. Все, ребята, всем удачи и пока! Продолжение следует...